На протяжении последних двух лет, с того момента, когда Ольга Мисюкевич возглавил Одинцовскую центральную районную больницу, многое изменилось. Одной из самых первых реализованных задач было создание круглосуточной дежурной бригады по оказанию неотложной помощи. В нее вошли все основные специалисты. Благодаря этому решению высококвалифицированная помощь вовремя была оказана многим тяжелым больным. Так получилось и в этот раз. Пятница, конец рабочего дня, ничего не предвещало беды, пока в приемном отделении не раздался телефонный звонок. В экстренном порядке бригада скорой помощи по связи связалась с приемным покоем, сообщила о сложной и неоднозначной ситуации, которую нужно было разрешать в экстренном порядке. Ребенка доставили в центральную районную больницу города Одинцова, где молниеносно были приняты меры. Был готов штат реаниматологов, готова дежурная бригада. В связи с этой бригадой присутствовал и лор-врач, и заведующий эндоскопическое отделение. Зашли, достали. Восстановилось дыхание, ребенок сразу ожил, посмотрел на нас всех и благополучно заснул своим детским сном. Это сегодня Аркадий Валерьевич спокойно рассказывает о том, как бригада врачей спасла жизнь годовалому малышу. А в тот момент счет шел на секунды. Сначала было чувство страха, потому что объективно понимали, что ребенка можно до какого-то крупного лечебного учреждения не довести. Что-либо сделать здесь, кроме излечения на это инородное тело с помощью эндоскопа, просто не представлялось возможным. То есть, как бы здесь не трясли бы ребенка, что бы с ним здесь не делали, вариант был только один. Всегда было чувство страха. Но, в общем-то, трезвое сознание, горячее сердце и холодный разум поспособствовали всей бригаде преодолеть этот страх. В общем-то, было облегчение. То есть, мы дружно вместе с этим ребенком выдохнули, как обычно бывает после хорошего, доброго, такого, тяжелого дела. Маленькие дети – большие исследователи. Им все хочется попробовать на зубок. Так и Саша Данилов играл на кухне с фасолью и проглотил одно зернышко, которое чуть не стоило ему жизни, а маме прибавило седых волос. Лена с ужасом вспоминает те страшные минуты, когда ее единственный сын перестал дышать. Мне кажется, эти минуты тянулись как годами, пока я сидела и ждала. Спасибо, конечно, огромное врачам. Держи, Санюш, держи. Спасибо огромное врачам, Аркадию, врачу-гастроэнтерологу, который обставал вот это из дыхательных путей. Всей бригаде скорой помощи, всей бригаде поликлиники. Все, кто вернул у меня моего Сашку, я буду здоров. Мы очень благодарны. Да, Саши, Саша? Вот это просто, не знаю, слов я не нахожу, но это счастье. Сейчас Саша чувствует себя хорошо, он также весел и подвижен, и все благодаря правильной и слаженной работе врачей Одинцовской ЦРБ. Не окажись в больнице круглосуточной бригады специалистов, страшно представить последствия. На самом деле это наша работа, и такие случаи у нас бывают достаточно часто. Мы монетки, пятачки достаем из желудков и так далее. Но этот случай был особенно серьезный, потому что мы знаем, что при попадании инородных сил в верхние дыхательные пути, вообще как бы в трахею, бронхи, может моментально наступить остановка дыхания, и пациент умирает. Ребенка к нам достали из Краснознаменска в крайне тяжелом состоянии, в состоянии асфиксии. И мне очень приятно, что мы выполнили свою работу, свой долг, слаженная работа коллектива. Для меня это действительно, я испытываю, как руководитель большой гордый, что хирурги, реаниматологи, эндоскописты, приемное отделение отработали очень быстро, четко. Была проведена ребеночку бронхоскопия, извлечена фасулина. Бронхоскопия находилась на уровне бифуркации трахеи, это нижняя треть трахеи, это очень далеко и очень глубоко. Поэтому врачи справились, Михалкин, Аркадий Валерьевич молодец, он очень хороший специалист. И вообще доктора, которые работают у нас, это не случайные люди, это люди, профессионалы, с большой буквы, я считаю, что молодцы. Аркадий Михалкин для Саши теперь как крестный отец, а 1 апреля – его второй день рождения. Все переживали, правда. Я пока сидела там в коридоре под дверью, там даже милая женщина-уборщица ко мне подсела, меня успокаивала. Да, все говорят, что все будет хорошо. Да, врачи тебя спасут и все будет хорошо. Врачи Одинцовской центральной районной больницы каждый день спасают жизни пациентов. Для них это работа. А в глазах простых людей они герои, которые успешно помогают справиться с многими недугами. Мария Шматкова, Артем Ломоносов, телекомпания Одинцова.